МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Первый раз мы встречаемся в этом году. Хотелось бы подвести итоги ушедшего года. Какие бы проекты, форумы, мероприятия вы бы выделили? Что было самым ярким и прорывным, если можно так сказать? Год 2019-й был достаточно интенсивным в плане развития мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Но первое мы привели в соответствие, конечно, всю нормативную правую базу, которая существовала в городе для того, чтобы наши программы в том числе соответствовали тем целям и задачам, которые ставит перед нами президент нашей страны по достижению показателей национальных проектов и по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Мероприятий было действительно проделано очень много. Это и бизнес-форумы, это и специализированные выставки, это и показ наших предпринимателей на всероссийском международном уровне в рамках многочисленных выставок, на которые мы направляли наших предпринимателей совершенно бесплатно. Мы начали работать с физическими лицами, которые только хотят открыть свой бизнес. Это ряд обучающих программ и семинаров, выезды в открытые пространства, проведение презентации на городских праздниках, фестивалях, в тех местах, где скапливается большое количество людей. Ну и, конечно, наши бизнес-форумы, на которые с каждым годом все больше и больше наших предпринимателей приходят. Ну и, наверное, все жители Самары уже заметили, что и в рамках городского пространства, в рамках наружной рекламы появляется все больше и больше баннеров, информационных билбордов, которые рассказывают о мерах поддержки предпринимательства и рассказывают о возможности ведения бизнеса в нашем городе. В результате всех этих мер количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличивается или нет? Какие тенденции? Ну, тенденции с каждым годом, все-таки мы анализируем же, не только 2019 год, 2018-2017, конечно, численность и субъектов малого и среднего предпринимательства, она растет, и количество занятых в сфере предпринимательской деятельности тоже растет, прирост численности занятых, цифры растут, но мы понимаем, что в вене каждого года мы должны все новые и новые меры поддержки оказывать и делать рынок более прозрачным, более эффективным. И, например, в этом году ставятся новые задачи касаемо неформальной занятости населения, касаемо самозанятых. В том числе, да, и большая работа, конечно, будет вестись еще по выявлению тех людей, которые пока не в рамках правового поля осуществляют предпринимательскую деятельность. Тут ни в коем случае не идет речь о каких-то карательных мероприятиях. Это разъяснительная работа, это оказание всяческих мер поддержки по регистрации и трудовых отношений, и себя в качестве либо индивидуального предпринимателя, либо уже формирование и выбор той или иной юридической формы. Поэтому мы со всеми категориями предпринимательской деятельности населения работаем. А есть ли такие направления, которые поддерживаются государством, муниципалитетом особенно? То есть не все же одинаковую поддержку получают, а вот какие-то направления, которые приветствуют и поддерживают? Мы в этом году реализовывали, в ведущем году реализовывали грантовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям. Были заявлены несколько категорий приоритетных видов деятельности, это понятно. И дошкольное образование, что касается частных садов, это сфера туризма, сфера услуг, сфера коммунального бытового обслуживания. Мы не поддерживаем только те компании, тех предпринимателей, которые занимаются подакцизной деятельностью, реализацией в том числе алкогольной продукции. Все остальные предприниматели у нас, они для нас равны, они для нас приоритетны. То есть, кто торгует и перепродает, если так проще говорить. Не перепродает, потому что мы смотрели на основные виды деятельности, чтобы все-таки это субъект малосреднепрессивности ввел, у него был и баланс свой, и чтобы они там достаточно давно были на рынке. В этом году мы будем осужать приоритетные виды деятельности, будем немножко уменьшать опыт работы их не более трех лет предпринимателям, которые открылись. Будем выдавать гранты в форме субсидий, но финансовую поддержку все равно мы будем продолжать, потому что опыт предыдущего года показал, что все-таки большим спросом она пользуется у наших предпринимателей. Начинающие предприниматели на какую сумму поддержки, если они выиграют гранты, могут рассчитывать? 350 тысяч рублей – это сумма тех расходов, которые мы возмещаем, но предприниматель должен понести эти расходы, уже ведя свою деятельность непосредственно. А сколько таких предпринимателей может быть потенциально? В предыдущем году у нас было заявлено больше 120 предпринимателей. Понятно, что из общего числа предпринимателей, которые зарегистрированы в городе, это цифра мала, но 120 – это первая волна тех предпринимателей, которые заявлялись, и более 60 мы выдали гранты. Анализ деятельности начинающих предпринимателей производится же в результате даже следите за теми, кто выиграл гранты, и как они дальше развиваются? Ну, те, кто выиграл гранты, например, в предыдущем году было показательно, мы попробовали их еще дорастить именно до экспортной деятельности. Мы уже на стадии приема заявлений видели ту продукцию, с которой они выходят, заявляются, те способности, которые есть у предпринимателей, штатную численность, и мы уже проводили с ними работу по непосредственному выводу их на экспорт. Совершенно разные, от семечек до ситров у нас были, поэтому и по пошиву одежды, легкая промышленность, все вот эти предприниматели, мы их, по сути, обучили, дорастили, уже в экспортный центр передали для того, чтобы они начинали уже работать по экспорту своих услуг и продукции. Есть ли какие-то новые идеи у предпринимателей, которые удивили даже вас? Вот вы увидели такой бизнес и удивились, что что-то новое и открытие. Вы знаете, именно в плане новых, наверное, удивлений не было, всегда удивляешься людям, которые работают в предпринимательстве. Я всегда говорю, что предпринимателем нельзя быть с 9 до 6, это стиль жизни, это уже выбор деятельности один раз на всю жизнь, ты будешь предпринимателем. Поэтому мне всегда в них поражает их работа на результат, то, что они все новые и новые для себя горизонты открывают, они не боятся новых вызовов. И, конечно, предприниматели, они многие, например, которые даже к нам обращаются, участвуют в мероприятиях, они заслуживают похвалы и того, чтобы в том числе про их опыт рассказывали другим и подрастающему поколению, более взрослому населению. И поэтому они всегда своей трудоспособностью нас поражают. А средний возраст предпринимателей не становится, меньше не уменьшается, то есть там с 18 может уже кто-то открывать свой бизнес или нет? Или это очень редкий случай? Нет, это в большей степени с каждым годом все больше цифра именно предпринимателей молодого поколения, но и серебряного возраста, вот так называемые предприниматели тоже есть. Потому что все-таки те программы, в том числе образовательные, программы популяризации, они помогают раскрывать и предпринимательскую жилку еще на стадии, когда дети обучаются, в том числе и в школах. Есть там проект, который был реализован Министерством экономического развития, бизнес-продленка, есть бизнес-акселератор и есть специальные программы обучения и для людей серебряного возраста, поэтому каждый может найти себе программу для обучения, для тренингов, поработать с наставниками, с менторами, чтобы потом быть успешными. На территории всей страны реализуется проект «Малое и среднее предпринимательство. Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Самаре есть какая-то определенная специфика или нет? Или это в принципе проходит по всем городам приблизительно одинаково? Ну понятно, что стратегические цели и задачи, они установлены для всех городов и регионов, но мне кажется, что мы в выигрышном положении здесь чуть больше в плане экспорта. И транспортная доступность и в принципе конкурентоспособность продуктов, она, потому что экспорт там тоже является одной из важнейших составляющих национального проекта. Мне кажется, что вот в этом специфика города и региона в целом есть. Но и все-таки наши предприниматели тоже, они достаточно активные. У нас вот, если посмотреть по тем же федеральным проектам и программам, которые реализовываются в других регионах, наиболее такие они как-то универсальные, более интересные программы. Говорю, вот, например, тот же бизнес-акселератор, тот, даже бизнес-продленка, они были внедрены в Самаре и потом начинали тиражироваться. Поэтому вот даже новые подходы к формированию институтов, поддержки, механизмов поддержки, они у нас чуть-чуть впереди, чем по сравнению даже с городами Преволжского федерального округа. Недавно появились центры поддержки предпринимательства в Горсте? Это новшество какое-то? В том году мы открыли, да. Центр поддержки предпринимательства, Центр оказания услуг, где в рамках... Какие-то итоги можно уже подвести? Это эффективная помощь, оказывается, или что? Он открылся в тестовом режиме, в этом году уже было порядка 40 обращений, но за три недели это достаточно много, с учетом того, что Центр мой бизнес находится на улице Главные 3, в Самарском бизнес-инкубаторе. Итоги можно подвести, что первое, что это все-таки оправданная мера была, необходимая мера, потому что хочется, чтобы предприниматели знали, что есть там условно дом предпринимателя, куда-то по любому вопросу обратишься, и там в течение недели тебе ответят. Потому что совершенно разные могут быть вопросы. Это от получения микрозаймов на развитие бизнеса, там до 5 миллионов рублей, до подключения своего объекта, включения в схему. Но предприниматель приходит один раз, в рамках единого окна обращается единожды и уже получает всю исчерпывающую информацию. Те же услуги можно получить через Центр МФЦ или нет? Или это такой вот особый мест? У Центра МФЦ есть свой перечень услуг. Он более узкий, и МФЦ все-таки оказывает не только услуги для предпринимателей, но и для физических лиц. А Центр Мой Бизнес – это тот стандарт необходимый, который реализован везде, чтобы в любом городе, в Самаре, в Чапаевске, в Отрадном предприниматель мог прийти и получить все необходимые разрешительные документы и все услуги. Поэтому у нас предусмотрено и работает окно, где специалист МФЦ оказывает свои услуги, но все-таки Центр оказания услуг на Бизнес, он намного шире, чем просто услуги в МФЦ. Потому что здесь вы можете получить консультацию, оформить документы, опять же говоря, для получения микрозайма. Здесь же вы можете получить услуги по поручительству. Здесь же вы можете обратиться, и вам помогут составить бизнес-план, и вы начнете реализовывать свою деятельность. Здесь же вы можете оставить заявку и передавать отчетность налоговую. Ну и все, что касается, опять же, экспортной деятельности, мер поддержки по экспорту, тоже представитель экспортного центра находится в Центре Мой Бизнес и уже, по сути, доращивает наших предпринимателей для того, чтобы они свои товары и услуги продвигали. Ну и, конечно, та площадка, которая там, несколько конференц-залов, оборудованные рабочие места, каворкинг-центр. Все это сделано для того, чтобы предприниматель мог прийти и проводить совершенно бесплатно свои мероприятия тоже в Центре Мой Бизнес. В середине декабря прошел форум Мой Бизнес 63. У нас есть сюжет, мы его посмотрим. Что это было за мероприятие? Было итоговое мероприятие для предпринимателей. Мы подводили итоги, Министерство экономического развития подводило итоги 2019 года, потому что много проектов федеральных реализовывается. Мама предприниматель, ты предприниматель для молодых предпринимателей, экспортер года. А в рамках мероприятия не только были тренинги и семинары, но было подведение итогов, как раз определение финалистов и поощрение тех, кто наиболее отличился и в рамках предпринимательской деятельности, в рамках наставничества, тех, кто помогал достигать тех или иных результатов. Ну и, конечно, нововведение 2020 года тоже обсуждали. Опять же, собирались все муниципалитеты, все, кто курирует национальные проекты, опять проводились и с нами тренинги, потому что новые подходы, новые сервисные отношения к нашим предпринимателям, оно внедряется. И мы тоже работаем не только по разработке мероподдержки, но и по работе самих себя в рамках оказания услуг, потому что все мы оказываем, в том числе услуги предпринимателям нашим. Очень важна мотивация и поощрение предпринимателей, потому что мы не привыкли к этому. Награждают определенную сферу, работников определенных сфер, учителей, торговли и так далее. И кажется, что такое отношение, что предприниматели сами себе зарабатывают, у них свое видение, свои дивиденды, которые они от деятельности... И они же основные налогоплательщики. А, поэтому вот это происходит? Ну, не только поэтому, все-таки это потому, что свое дело, и потому что люди создают рабочие места, люди отчисляют налоги, люди выпускают продукцию, запускают производство, это же все работает на город и на регион. Поэтому тут, наверное, не дооценена именно роль предпринимательского сообщества. Поэтому, в принципе, в рамках национального проекта есть отдельный блок популяризации предпринимательской деятельности, потому что эту ситуацию нужно менять, и все-таки, чтобы предприниматели у нас тоже были в почете. И сюжет как раз на эту тему. Форум «Мой бизнес-63» смотрим. Желание должно подкрепляться необходимыми знаниями, считает Наталья Половинкина. Девушка – директор компании, где изготавливают сложную оптику и проверяют зрение. На форум «Мой бизнес-63» она пришла, чтобы узнать о мерах господдержки. Наталья планирует расширять сеть салонов, для этого ей нужны дополнительные деньги. В принципе, наша компания уже очень известна давно в Самаре, и большая клиентская база. Сюда я пришла посмотреть, как развивается самарский бизнес. Мне было очень интересно. В течение двух дней на нескольких площадках форума проходят выступления спикеров. Один из них – Ольга Свинцова. Она генеральный директор холдинговой компании, которая занимается производством, продажей и установкой всех видов жалюзи, автоматических ворот и алюминиевых конструкций. В 2010 году ее компания выиграла региональный грант на развитие малого бизнеса. Ольга делится, и именно господдержка позволила открыть производство и вывести бизнес на новый уровень. Сейчас она на форуме, чтобы поделиться своим опытом и помочь тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве. В первую очередь желание, но я из тех людей, которые в первую очередь пишут всегда бизнес-план. И за 13 лет я написала их не один и не два. То есть любой проект начинается с того, что это должен быть бизнес-план на бумаге, с составлением планов, графиков выполнения и реализации своей цели. Ну и, соответственно, финансовая грамотность здесь тоже, в общем-то, нужна. Ключевой для бизнес-сообщества форум проходит при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Все это в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Вообще весь этот год в рамках национального проекта по установке губернатора – это абсолютный приоритет для нашего региона на сегодняшний день. Мы всегда слышали слова предпринимателя о том, что нам не хватает информации, мы чего-то не знаем. Вот сейчас мы сконцентрировались на этом. Мы сделали новый обновленный сайт. Мы запустили в четырех социальных сетях, самых распространенных, кому что удобно, постоянные ленты новостей. Сделали максимально так, чтобы вы получили самую оперативную, самую интересную информацию. Форум «Мой бизнес-63» впервые проходит в Самаре. За два дня он соберет на своей площадке тысячу предпринимателей. Кроме того, на форуме работает мобильный центр, где каждый желающий может получить консультацию и узнать о возможностях, которые предоставляют различные организации для поддержки бизнеса. Если снова подводить итоги, какую поддержку уже получили предприниматели в рамках проведения нас проекта на территории Самары? Ну, в первую очередь, это информационно-конституционные услуги. Они могли всегда обращаться и в «Мой бизнес», и в «Центр мой бизнес» уже для того, чтобы им оказали всяческие информационные услуги по ведению своей предпринимательской деятельности. Очень много прошло циклов обучающих семинаров по различным темам. Это начиная опять с шагов, как открыть свой бизнес для физических лиц, которые хотят открыть свой бизнес, до того уже, как выйти на экспорт. То есть это порядка 16 семинаров, более полутора тысяч предпринимателей бесплатно прошли обучение в рамках этих обучающих программ. Очень большой отклик вызвала предпринимателей организация нами городских выставок отраслевых. Все, что касается продвижения товаров и услуг, было организовано две больших выставки «Самарский бизнес», а тогда я и сделала в Самаре, где, опять же, на безвозмездной основе предприниматели могли показать свои товары, работы и услуги. Но и в рамках этих мероприятий мы проводили тоже тренинги, обучающие программы, на которых предприниматели могли непосредственно принять участие. И многие предприниматели выступали уже как спикеры, сами рассказывали предпринимателям про успешные кейсы ведения своей предпринимательской деятельности. Финансовая поддержка, уже говорили мы с вами, это гранты в форме субсидий. В 2019 году они были впервые реализованы. Будем реализовывать это и в 2020 году. Надеемся, что больше 200 уже предпринимателей будут грантополучателями. Ну и, конечно, выставки, которые мы организовываем за пределами Самарской области. В Москве наши предприниматели побывали, в Казахстане побывали, в Казани на отраслевых выставках и приезжают уже с таким багажом непосредственно по презентации себя по работе, в том числе с экспортерами. Потому что мы не только их выводим, мы готовим для них и контент, и аудио, и видеоконтент. И они могут дальше уже позиционировать. Ну и, конечно, большой такой блок, который был новым для нас и новым для предпринимателей, потому что многие звонили в социальных сетях, нас отмечали, почему там тот или иной предприниматель, его фотография размещена на билбордах города. Это все делалось в рамках поддержки предпринимательской деятельности, в рамках их популяризации. Первая волна вам показывали тех менторов, тех амбассадоров предпринимательской деятельности, которые стали уже участниками федерального проекта, прошли обучающие программы, но и рекомендовали себя в качестве участников в рамках менторов, наставников в многочисленных программах по предпринимательству. А большая волна была еще посвящена именно мерам поддержки, потому что в начале года мы столкнулись с тем, что многие предприниматели действительно не знают, что можно получить бесплатно консультацию, что можно обратиться за финансовую поддержку, что можно обратиться за имущественной поддержкой, на льготных условиях вам предоставят муниципальное имущество в аренду, что можно обратиться и получить услуги по финансированию своего бизнеса, даже по составлению бизнес-планов и передаче отчетности. И в рамках популяризации, конечно, под конец года была очень большая информационная кампания, мы понимали, что люди уйдут на каникулы, что немножко они будут отличены от своей работы, и начнут обращать внимание. Мы в 60 мониторах в трамваях и троллейбусах разместили информацию о мерах поддержки бизнеса, более 60 у нас баннеров в городе было забрендировано, трамвай, наверное, многие уже видели, который курсирует по городу с информацией о центре «Мой бизнес». В этом году мы пойдем чуть-чуть дальше, мы попробуем позиционировать предпринимательскую деятельность повсеместно, буквально в подъездах каждого дома, где есть лифт, чтобы, во-первых, мы понимаем, что еще большое количество все-таки тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, но не оформили себя. Я думаю, что если мы будем доносить до них информацию о том, что бизнес вести комфортно, и есть механизмы реальной поддержки, то они будут выходить из тени и регистрировать себя в том числе и в статусе самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Поэтому вот в рамках популяризации мы будем реализовывать мероприятия, попробуем поработать еще с бизнес-сообществами, попробуем поработать с корпоративной культурой. Нам запланировано проведение бизнес-забегов. Если уже анонсировать наши мероприятия, достаточно новый формат, необычный для предпринимателей, но мы все-таки хотим именно деятельность предпринимателей позиционировать повсеместно, чтобы каждый мог знать, что можно открыть свой бизнес. Продолжим работу с вузами и сузами, будем участвовать и в открытых мероприятиях. В декабре 2019 года мы завершили свой цикл популяризационной деятельности. Мы выходили в торговые центры, рассказывали. Центры «Мой бизнес» мобильные стояли в торговых центрах. Тоже достаточно много посетителей торговых центров, обычных физических лиц, подходили, задавали вопросы. Многим было интересно. Я думаю, что поддерживая эту волну популяризации, мы сможем также способствовать тому, что количество предпринимателей будет больше, что и численность в сфере малого и среднего предпринимательства будет больше. Но опять же, каждый житель все-таки должен понимать, что достаточно ясно уже и понятно, что не оценен вклад в деятельности предпринимателей, в том числе и в бюджет города. Поэтому мы должны наших предпринимателей всячески доращивать, выращивать, способствовать тому, чтобы предпринимателей становилось в городе все больше, ну и, конечно, создавать для них условия, чтобы ведение бизнеса было эффективно и комфортно. Да, обратная связь выстроена. Делятся ли предприниматели своими проблемами, и как можно и помочь? Такое уже стратегическое выстраивание, чтобы вот эту проблему озвучить на масштабном более таком. Ну, проблемы у предпринимателей совершенно разные. Вот мы, например, выезжаем в внутригородские районы Самары, и понимаем, что там в Самарском районе и в промышленном уровне проблем и потребности у предпринимателей совершенно разные. Но общие вещи, конечно, тенденции, они существуют. Это понятно, что там некоторые жалуются на систему налогообложения, на излишнюю финансовую нагрузку, но эти все вопросы решаются. Мы передаем это все в область, обобщаем, и они уже выходят с инициативой о внесении тех или иных поправок, в том числе и в федеральные законы. Но, опять же говоря, многое нивелируется тем, что мы рассказываем про меры поддержки. И если предприниматель, который умеет считать деньги, он сможет посчитать налогоотчисления, которые он ведет, и те меры поддержки, которыми он может бесплатно воспользоваться, не только он, но и его сотрудники, то я думаю, что тут знак «равно» можно будет поставить совершенно спокойно. Многие просто не знают о мерах поддержки. Если рассмотреть предпринимательство как на карте Самары, ну, по направлениям, какие виды деятельности превалируют, каких больше, какие популярны среди бизнеса малого и среднего, и каких совсем немного, которым может здесь стоит оказать поддержку? Пока у нас превалирует, конечно, сфера услуг. Может быть, это и хорошо, потому что все-таки мы понимаем, что не все должны делать ракеты и собирать автомобили, но кто-то должен повсеместно оказывать сферу услуг. А отрасль, которая, на мой взгляд, нуждается в большей поддержке, конечно, отрасль IT-технологий, потому что мы понимаем, что... Это будущее, наверное. Да, это уже настоящее во многих, в том числе городах и странах, поэтому IT-технологии, в принципе, в качестве приоритетного направления у нас и заявлено были в грантовой поддержке, но не так много прецедентов было на получение финансовой поддержки. Поэтому фиксировать их на карте, ну, тут достаточно сложно, потому что у нас действительно районы, они отличаются и своим географическим положением, и составом населения, поэтому где-то больше промышленное производство преобладает, где-то есть площадь для того, чтобы было свое производство, в своей цехах, где-то хватает там буквально одной-две комнаты для того, чтобы оказывать услуги. Ну, в любом случае, весь город охвачен, можно так, наверное, сказать. Вы сказали о мерах популяризации, когда, как в рекламе, мы идем к вам, вы выходите в торговые центры и проводите форумы. А что касается интернета, ведь сегодня очень много информации ищут именно в интернете. Есть ли какие-то информационные площадки, сайты, на которые стоит обратить свое внимание? Есть, потому что мы тоже понимаем, что, например, век новых технологий, цифровых технологий, многие находят информацию в интернете, и сайт MyBis63.ru, он та платформа, куда скапливается информация со всех муниципалитетов, со всех программ, подключены туда и частные образовательные школы, которые оказывают услуги для предпринимателей. И на этом сайте, на этой информационной системе постоянно обновляется информация. Очень активно ведется работа в социальных сетях, потому что очень многие уже узнают информацию. Понятно, что более старшее поколение, это одноклассники ВКонтакте, молодое поколение черпает информацию из Инстаграм, поэтому мы тоже следим за тем, чтобы в Инстаграме был постоянно интересный контент, с новой подачей, потому что каждая социальная сеть, она, понятно, что и разный охват, но и подача информации тоже совершенно разная. Но сайт mybis63.ru, он вот единый информационный портал, который, да, говорю, аккумулирует все муниципалитеты, все меры поддержки, потому что они отличаются в зависимости от муниципалитетов. И, конечно, там еще представлена обширная информация об институтах поддержки. Там информационно-консалтинговое агентство Самарской области, которое оказывает юридическую помощь совершенно бесплатно для предпринимателей, гарантийный фонд Самарской области, который оказывает финансовую поддержку, центр поддержки экспорта, который сопровождает и производит набор участников для экспортной деятельности, фонды, фонд поддержки предпринимательства, который тоже реализовывает ряд обучающих программ совершенно разного направления, разного формата, то есть все те, кто могут помочь вам в ведении бизнеса, они сосредоточены на одном сайте информационном пространстве. Это не статичное пространство, действительно, а ежедневно обновляется контент, там работает большая группа тех, кто сопровождает сайт, для того, чтобы была актуальная информация для наших предпринимателей. Ну, 2020-й только начался. И на что вы сделаете акцент в своей деятельности? Вот что, ваша такая точка, вашего притяжения, ваших мыслей, идей в этом году? Так как перед нами стоит задача по увеличению субъектов малого и среднего предпринимательства, поэтому, в первую очередь, конечно, мы сделаем акцент на популяризации и на том, чтобы доносить до предпринимателей информацию о мерах поддержки. Потому что меры поддержки, они доступны предпринимателям, они достаточно комфортные, но вот то взаимодействие, что они не всегда знают о том, чем они могут воспользоваться, мы будем вот этот вот факт потихоньку нивелировать. Спасибо большое за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин